Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня разговор пойдет о массовых посевах перца. Я вам уже показывала, как я раскладывала по несколько тысяч семян в один лоток, сразу не закрывала их землей, а потом припорашивала и ставила на прорастание. Вот все эти лотки, сейчас осторожненько сдвину, все эти лотки у меня взошли, и так как поступает очень много вопросов от людей, а как, на каком расстоянии можно сеять, и насколько можно загустить эти массовые посевы, я сейчас об этом и поговорю с вами. Потому что среди нас очень много опытных садоводов-огородников, которые на протяжении многих лет занимаются огородом, но именно массовым выращиванием не занимались никогда. То есть люди высаживали для себя, например, сеяли 20-40 перчиков, там 60-80 томатиков и все. Но после выхода на пенсию они вдруг задумались, да, действительно, а почему бы не сделать свой участок именно подсобным хозяйством, не вырастить побольше рассадой и где-то или на рынке продать, или обменять на что-то. Но вот многие не знают, как подступить к этой теме именно, насколько часто можно садить массовые вот эти посевы, сеять. Я вам сейчас расскажу и покажу, как делаю я. Единственный совет, который я могу вам дать, который вам сильно пригодится, это отталкивайтесь только от собственных планов. Например, если вы планируете вот в этом ящике перец держать недолго и распикировать его на ранней фазе, вот как сейчас я буду приступать к пикировке, буду пикировать в фазе двух семидольных листиков. Значит, загущать его можно очень сильно. Вот здесь у меня в лотке 270 семян. Но, как вы видите, посевы дружные, взошли они все почти до одного. Тут в одном месте три штуки не хватает. Но это не мешает им быть такими здоровенькими, крепенькими, потому что перец, он не так, как томаты, он не вытягивается в такой степени. Вот пока они не сомкнутся, вот сейчас они еще разрежены, их листья еще не сомкнулись сплошным, их можно держать вот в такой загущенной посадке. Их можно, ну вы понимаете, 270 штук в одном лотке, это очень большое количество. Томаты бы, они давно бы пошли уже вверх, начали бы на перегонки вытягиваться и были бы уже вот такого вот, например, роста. Эти они сидят, вот им месяц, можно смело их держать. Если вы, например, планируете рано их распекировать, можно до 300 семян в один лоток класть. Это значит, я делаю вот эти бороздки на расстоянии 1-1,5 сантиметра. Если при обычной посадке мы рекомендуем всегда, как слушаем рекомендации, нам, вернее, рекомендуют 2-3 сантиметра, даже до 5 сантиметров, чтобы перцем было свободно, вольготно. Но это с учетом, что это будут редкие посадки, и он будет долго в лотке. Если пикировать на ранних сроках, в фазе 2-7 долей, можно в одном лотке вырастить 300 сеянцев. Так, здесь совсем загущенный. Перейдем к следующему у меня экземпляру. Так как я все лотки, вы же понимаете, что посеять-то легче, чем распекировать. Я посадила их, например, в один день, в один день посадила. Распекировать в один день я их не успею. Значит, какую-то часть я делаю загущенной, вот густо посадила, пикирую сегодня. Вот эти будут через 2-3 дня, или, может быть, через неделю. Здесь уже видно, что более разреженные посевы. Если тут у меня через 1-1,5 сантиметра, здесь 2-2,5 сантиметра между рядья. Те, которые я планирую пикировать позже, я делаю расстояние такое, чтобы они пожили здесь дольше, и чтобы я имела возможность сделать здесь рыхление. Раз они будут жить здесь долго, значит, вот эти между рядья 1-2 раза мне придется прорыхлить. Длительный период должен, ну, как мы должны соблюдать условия выращивания, нужно рыхлить их, поэтому, если вы рассчитываете не пикировать подольше, то делаем расстояние побольше. Здесь уже 250-230 иногда. Если вы высадите 150 семян в лоток, то их можно вообще не пикировать. Вот такие сеянцы я не пикирую, я их потом рассаживаю сразу в теплицу. Это еще более редкие посадки. Сейчас еще сдвинемся немножко. Это вот такие, когда вообще редко. И они сейчас вырастут. Как раз подойдет пора высадить их в теплицу. Вот поэтому я и говорю, что густота посева будет зависеть только от ваших предпочтений и от ваших планов. Если вы, например, если у вас есть помощники, есть кому помочь, можно посадить все густо, потом распикировать в один и тот же срок, но день, два, три, и вы успеете распикировать. Если помощников нет, садите с разными интервалами, с разными расстояниями между растениями. Первый, например, лоток посадите густо, второй пореже, третий совсем редко. Или вот как, ну, на сколько вас хватит, сколько сможете вы распикировать лотков за день. Например, три густо, потом три редко. Это все зависит от ваших планов. Конечно, не попробовав, вы ничего этого не поймете. Все эти нюансы у вас в процессе работы сами собой сложатся. И вы поймете, что массовое выращивание это намного проще, чем вот как индивидуальное 20 или 30 штук. Почему-то, да, это парадокс, но почему-то вырастить несколько тысяч растений оказывается даже легче, чем вырастить там 20 или 10, то ли потому что мы их мало, мы их боимся или что-то. Но вот видите, вот посевы. Я их посеяла, естественно, что когда много, сеем наспех. Сеем наспех, быстренько разложила. Мне даже некогда было землей сразу присыпать. Присыпала землей через 2 дня. Вы посмотрите, какие дружные посевы. Но это, конечно, мои семена. Они все равно всходят лучше, чем магазины. Да, еще один нюанс. Когда семена покупные, я сею еще гуще с учетом, особенно магазинная просрочка, если я беру когда-то, с учетом, что они взойдут не все. Но иногда вот посеешь густо-густо, а они взойдут все. Ничего страшного. Насчет перца вы можете не расстраиваться. Перец можно посеять густо. В течение месяца он нормально будет себя чувствовать. Потом, конечно, придется пикировать. Ну и, конечно, для массовых посевов наилучшая пикировка – это пикировка на ранних сроках. Когда еще корни совсем маленькие, когда боковых корней нет, только один стержневой, меньше ранится корневая система, меньше повреждается. Они почти не чувствуют пересадки. Попробуйте, и все у вас получится. Вырастить в одиночку несколько тысяч сеянцев, ну, 10-15 тысяч – это даже делать нечего. Все это очень просто, очень быстро. Видите, сколько их здесь? Вот здесь даже у меня на одном столе раз, два, три, четыре, пять, по 250 – тут около полторы тысячи сеянцев, а это всего ничего. Я вот уже насеяла 70 лотков. Главное, конечно, их потом сохранить, но если они взошли, и если они у вас доросли уже до такого состояния, тут уже с ними ничего не будет. Ухаживайте, опрыскивайте, все. А о том, как я ухаживаю за массовыми посевами, именно за массовыми, которых очень много, я расскажу в следующем видеоролике. Все. Желаю вам всего хорошего, дерзайте. В этом году, конечно, этот ролик уже поздно, потому что у меня уже всходы вот такие, уже в этом году никто из вас, вероятно, не будет делать массовые посевы. Но на будущий год, вот в этом году, посмотрите, все циклы, вот весь этот период, все особенности выращивания массовых посевов. И на будущий год, пожалуйста, дерзайте, пробуйте. Это очень увлекательно, очень интересное занятие. И это все очень просто. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин